всех приветствую даже не знаю с чего начать давайте начнем с этого ролика это где украинцы засели в школе их разбомбили и они ушли в лес потом наверное скажут что русские специально разбомбили школу в общем-то информация идет сейчас однобокая как говорят 1 полярная сегодня вообще немножко германии ну естественно и об украине там все сейчас на сегодняшний день как бы однобоко на ю тубе русская русские каналы все убрали и получается в основном украинская информация но есть некоторые блогеры которые показывают что-то но на сегодняшний день стало очень тяжело найти так это я давно по ходу включал ну ладно это неважно в общем с информацией разбираться стало намного сложнее мы такое впечатление опять идем назад как говорят будущее назад будущее это когда у вас информация такая однобокая мы помним советское время вот у нас так информация была такая вот сейчас она наступила у нас повсюду такая и в общем то разбираться становится все тяжелее помню мой советское время там голос америки пробовали слушать как бы нам то время интересно было что-то другое услышать но сегодня такой надвигающийся действительно кризис германии и тут информация тут я немножко выхватил что вроде бы как бы немецкие водители дальнобойщики и водители автобусов хотят забастовки сделать в общем то если они это сделают я понимаю что в германии начнется потому что германия в основном доставки именно на грузовиках поэтому сами думайте что я сразу скажу тем кто живет германии если у меня смотрите если вы еще этого не сделали то завтра эти понедельник в магазин и закупайте продукты которые долго хранятся потому что цена сейчас я так понимаю полетит вверх масла у нас растительного уже нету я завтра еще раз съезжу с утра посмотрю может быть завтра с утра или послезавтра с утра съезжу может быть пока вот у меня выходные может быть я смогу растительное масло купить в основном осталось дорогое или то которое я не употребляю ну а нормального растительного масла в принципе нету раскупили моментально цена у него тоже всегда в районе дизеля это наверное специально сделали потому что старые дизельные автомобили и масло растительное можно использовать я часто видел я первый раз когда в германии увидел возле магазина на парковке немец стоит и масло заливает в это в бак я не понял что он делает ну потом то не рассказали что на самом деле происходило в общем солярка была дороже маслом намного поэтому те автомобили еще можно было так использовать вот такая вот ситуация по заправкам германии кстати вот это вот страница я и обычно пользовался теперь понимаю что надо либо другую искать либо просто ехать и самому смотреть потому что я позавчера смотрел цена здесь стояла 1 вот примерно кстати вот такая же выехал там цена совсем другая на заправке в общем врут следующее чё по заправке могу хочу сказать я уже один раз попал и знакомые я тут с ним со многими поговорил многие так уже попали в общем то вы заезжаете когда на заправку стоит большое табло и вы видите цену допустим я заезжал еще было евро 74 и пистолет ну как обычно в общем то я пользуюсь я не смотрю на это электронное табло именно уже на самой колонке в общем то всегда так и было не обращаю внимание ставил пистолет заправился захожу счета сразу обратил внимание на табло что-то маловато это в литрах ну не стал пересчитывать пошел заплатил вышел смотрю да елки-палки тут и пересчитывать не надо я же вижу что что-то мало совсем посмотрел опять на табло та же самая цена в общем то с продавщицей бесполезно разговаривать и потом начал со знакомыми разговаривать один два раза уже попал другой попал в общем то вот такая ситуация на сегодняшний день германии заправками если заезжаете смотрите на табло и вас устраивает цена не забудьте посмотреть потом на электронное табло именно на самой колонке потому что вот такие вот такое на сегодняшний день германии происходит ну и вот достигает уже вот такая вот вот это вот 2 евро 28 я думаю это они обманывают если я сейчас поеду на заправку то будет скорее всего 38 ну девятку я всегда округляю это у меня не 7 и 9 а 8 смысла нет вот это девятки они всегда пишут тут германии так принято из-за каких-то там налоги у них как-то там считаются не помню я уже в это сейчас не хочу даже вспоминать первые разы меня еще это так всегда возмущало что это вот они девяточку такую вот такая вот ситуация поэтому делать выводы только вам самым самим разбираться что и на самом деле происходит хотя с другой стороны я прекрасно понимаю вот тут же на телеграм-канале я на выкидывал там есть нормальные люди именно политики в германии до которые вот сара тут еще кто то есть я не помню кому интересно можете перейти на телеграм-канал идут посмотреть сами этих политиков кто по крайней мере выступает и говорит правду в общем то есть некоторые кто говорят правду и они понимают ну я думаю это вот сара там еще когда меркель была давно по моему я тут даже где-то подписал не помню какой ролик был 2018 год она еще там на меркель наезжала но это все разговоры они все равно будут делать то что им надо вот это вот я ее например как бы не знаю не особо послежу за политикой поэтому она тут вот но вот этого канцлера тут разносит просто ну это надо действительно послушать я вам говорю заходите на телеграм-канал и послушайте но это все да это разрешено еще говорить хотя опять же не всем например немецкий генерал который выступил и правду сказал его буквально почти сразу уволили такая вот ситуация в германии тут он сидит где-то я не помню почесывает этот канцлер масочку свою где-то было сейчас не найдешь в общем такая ситуация хотя на самом деле я прекрасно понимаю их сюда поставили вот этих канцлеров там где-то президента никто их тут не выбирает всех их поставили исполнять чьи-то команды но на самом деле если бы было много таких людей вот правительстве как эта девушка то я понимаю что на сегодняшний день германия может просто выйти из этого контроля если бы она состояние было объединиться на самом деле ей надо от американского контроля освободиться и присоединиться к россии вот тогда будет здесь жизнь налаживаться и все пойдет в лучшую сторону я так прекрасно понимаю но то же время я понимаю кто некому просто некому и опять же российское правительство тоже не совсем понимаю если вы сказали а скажите б хотя я прекрасно понимаю я живу в германии это коснется непосредственно меня блин закройте вы не поставки все сюда полностью на сто процентов и газ и нефть и все остальное что вы сюда поставляете через неделю-две вся германия и вообще весь вся европа на коленях приползет потому что здесь такое начнется что никому и не снилось это сейчас они я смотрю там новости немцы говорят вот больше 50 процентов но опять же это официальная информация больше 50 процентов которых они опросили людей поддерживают чтобы отказаться от русского газа но я думаю их гораздо меньше на самом деле но и даже те которые вот это вот говорят и они до согласны отказаться то это явно неадекватные люди не не дружат с головой и они еще не получили счетов за все за электричество и так далее коммунальные услуги все остальное когда они получат счета это произойдет как раз скоро обычно это где-то в начале лета ну по крайней мере вот моем городке происходит какие где когда происходит я не знаю вот тогда они возьмутся за голову и скажут не давай давайте ребята дружить с россией нафиг надо вот это вот все там кого-то поддерживать еще и оружие поставлять какую-то украину хоть и старое оружие ну конечно понятно на него надо деньги тратить на утилизацию лучше отправить в украину в общем вот такая вот ситуация на самом деле я прекрасно понимаю что если лквшники начнут бастовать то это произойдет очень быстро и они так скажем процесс ускорит всего этого если русские этого не делают то лквшники но если организм самоорганизуются это сделают то они это узкую этот процесс ускорят вот такая вот на сегодняшний день немножко информации но принципе кризис надвигается и кстати я вот он по собственным ощущениям я скажу мне все это напоминает вот начало начало 90-х годов вот примерно в конце 80-х начало 90-х вот это все происходило я переживал в казахстане прям тоже самое в один в один это сейчас я переживаю тут я вижу как это идет одно пропадает сейчас другое пропадет и вот это начало вот такое вот было конец советского союза и начало вот это вот 90-х годов ну как то так на этом пожалуй все всем удачи и счастья здоровья делайте выводы сами в чем я прав не прав время покажет как говорится всем пока пока